Уже третий день вращаю этот механизм медогонки Из этих вот рамок мед выпрыскивается на стенки Стекая на дно этой медогонки Собираясь там, сливается через это отверстие Проходя через два сита В это ведро заполняется мед Как только заполнился, устанавливаю пустое ведро С этого ведра мед сливаю в стеклянные стерилизованные банки Их стерилизует жена И на заметку тех, кто приносит банки пчеловоду Чтобы залить в стеклянные банки мед Чтобы эти банки были без сколов Чтобы банка была без трещины Без каких-либо видимых черных пятен от мытья Без порошка, без паутины Чтобы банка была без машинного масла Чтобы там земли не было А также банка была не из свинарника А также бывают крышки черные И желательно крышки, чтобы были без сухих тараканов И вот эти вот места Вот эти вот места Без каких-либо черных отложений Которые просто невозможно мыть Нужно их постоянно моют И они вот такие вот чистенькие Эти банки идут по кругу Потому что мы банки заполняем Эти банки оставляют Сколанные с трещинами, с паутинами, со свинарника, с тараканами И с землей местами черными пятнами Жена потом их моет постоянно А если в эту же банку налить, которую они принесли Конечно, мед уже будет непригоден в пищу Потому что банка такая Как только заполнили стеклянную банку медом Мы эту банку берем Несем Ставим вот сюда на ступеньки лесенки И каждый, кто приходит покупать мед В стеклянных банках Он эту банку сам выбирает Но эти банки с медом уже куплены Даже здесь меда нет Можно сказать, эти банки с медом тоже куплены Там мед есть, он стекает И вот этот стекший мед Вот каждую секунду Это уже мед куплен То есть мы фактически остались без меда Потому что такой наплыв к нашему меду И сейчас я вам покажу Как я начинаю срезать Добывая мед У меня здесь находится нож Я вот так вот, когда срезаю И его очищаю Мед Вот смотрите, я срезаю Таким вот образом Чтобы корочка была тоненькой Я не делаю, чтобы там толщину делать Чтобы она вот такая тоненькая-тоненькая была И вот таким вот образом я срезаю Чтобы мед сильно не подтекал Ну и вот так потихонечку я и срезаю Ну вот такая вот у меня получилась рамка светлая Хорошая И вот так вот срезаю Складываю вот сюда И вот у меня нож постоянно Здесь, конечно, мед Еще стекает вот с этих ашурок Потому что здесь же тоже находится мед С другой стороны И он стекает сюда И вот этот мед Я беру Вот таким вот образом Черпаком Беру резко Раз Сюда И он опять проходит Стереть Одно ситечко И второе Стекая вот сюда А потом все, что здесь Осталось Я складываю вот сюда Потом это все даем пчелам Вот далее Смотрите Конечно, у меня уже мед Рамки с медом закончены Последние остались капельки меда Которые мы продадим Очень большой наплыв Покупателей на наш мед Потому что все удивляются Какой вкусный мед Даже если рядом есть Какие-либо пчеловоды Они тоже Занимаются ведением пчел Но мед Вкусовое качество Нашего меда Намного превосходит Какого-либо Меда Вот представляете И даже какие-то Спортсмены К нам приезжают Покупают у нас мед Для того, чтобы восстановить Своё тело Чтобы в этом теле Было очень много энергии Вот именно от нашего меда На самом деле Я вам честно говорю Знаменитые спортсмены приезжают Далее Вот смотрите Вот эти рамки у нас И те рамки у нас Вот такие вот Стали мокрые Конечно Если затронуться За эти рамки А вон ещё блеск стоит Можно вымораться Но вот эти рамки Мы отдаём пчёлам И пчёлы Здесь как бы Вылизывают это всё И получается Вот такая сушь Которая пойдёт На следующий год Вот смотрите Здесь чёрного места нет Просто Коричневое место Эта рамка ещё пойдёт На следующий год По полной программе И вот эти рамки Мы устанавливаем Вечером Поздно вечером В корпус Верхний Который мы Опять установили Я вам сейчас покажу Как это всё делается Что я сейчас делаю Потом эту рамку Конечно я сейчас Днём несу И сейчас я одену Вот Такие тапочки Вот такие вот Тапочки Одену С рамкой Иду Погода хорошая И когда Мы изъяли Запечатанный мёд В рамках Вот эта сторона Мы знали Какие уля Там Слабые А вот эти вот Уля были сильные И вот эти Уля Нам и дали Очень много Мёда Просто качественно Хорошего мёда Вот такие вот Рамки Которые Которые мы даём Чтобы пчёлы Обсушили Они здесь Уже установлены Также здесь Установлены Здесь Здесь Мы установили И будем Каждый раз Устанавливать Через два дня И когда мы будем Вытаскивать И менять Они будут Там просто сухие И стучать будут Не таким вот образом А звук будет другой Вон там Рамок нет Я установил Там одну рамку Там по-моему Тоже нет Но когда Мы изъяли Мёд И установили Вот эти вот Корпуса Обязательно Нужно Закрыть все Литки И сделать Щелку маленькую Как сделал я И здесь Если пройти Везде посмотреть Там будут Маленькие щелки И днём Их не открывать Оставить Такими маленькими Потому что Будет Драка Будет драка И Разорение Этой семьи Такого Нежелательно Вот куда бы Мне сейчас Вам показать Поставить Поставить Вот эту рамку На сушь Все Семьи Которые пойдут В этих улях Вот в этом уле Они уже Сформированы Мы знаем Какая семья Будет голодная А какая не голодная Но мы сформировали Таким вот образом Что там Мёда Им хватит И сейчас Ещё зелёная трава Есть цветы И вот пчёлы Сейчас летают И собирают Опять нектар И они опять Сделают порядок Очень хороший И все семьи В этом году У нас просто Огромные Просто здоровые Это вот редко бывает Когда все семьи Просто здоровые То есть нет Такого Что семья Какая нибудь слабая Нет такого Вот смотрите Я Аккуратно Туда ставлю И почему Начнут вылизывать Вот эту рамку Вот эти рамки Можно даже убрать Они уже вылизали То есть Там находится Тряпочка Вон видите Тряпочка Пчёлы выходят Вот через Тот уголок Холстик Где он Приоткрыт Как бы не раздавить Пчёлы Ооо Всё зашла Всё зашла И кирпичи Чтобы ветром Не сдуло Ну вроде бы Я всё показал Рассказал Ули на зиму Мы собрали Сейчас пчёлы летают Мы смотрим За пчёлами Как они летают Вроде бы Всё успешно Всё хорошо Смотрим на Клубки пчёл Дерутся они Или не дерутся Но по-моему Вот Нет У того уля Там какие-то Клубки Пчёл есть То есть Напали на этот Улей Возможно Нет Не напали Всё нормально То есть Следим Следим Это надо быть С этими пчёлами Сейчас осторожно Когда мы Изъяли мёд И когда мы Подставляем Рамки Чтобы Они сделали Из этих рамок Суш Ну вроде бы Всё Прошёлся я Вот Таких вот Тапочках Хороших Тут всего Полно Акуры Такие же Пушистые Как будто Из Книжки Вон они Сидят в тени Стоят Сидят Чешут Друг друга Дрова Сколол Перевёз С ребятишками Складировал Вот здесь Дров Складировали Но И Осталось Очень Много Ещё Дров Которые Оставили Там Закрыли Крышкой Здесь Нужно Сколоть Часть Поленец Осталось И Здесь Нужно Десять Стволов Распилить И расколоть То есть У меня Тут Всё Подходит К зиме Всё нормально Вроде бы И всё Я рассказал Про Надо Снять И Положить Поехали Поехали Продолжение следует...